всем привет вы на канале жизнь за границей сегодня воскресенье и мы едем православный храм и заодно покажем вам проведем вам экскурсию по храму покажем вам терракотовый храм буддийский вот мы и приехали к православному храму храм был построен в 2013 году пойдемте посмотрим я вам проведу небольшую экскурсию по храму а а а друзья более подробную информацию об православном храме мы обязательно снимем в отдельном ролике сейчас нам нужно ехать мы сейчас вам хотим показать буддийский храм который называется терракотовый храм он кстати также находится в районе ламай ну что едем мы приехали к терракотовому храму вместе с нами привезли грузовик иди посмотрим что есть внутри как он выглядит вот он такой очень красивый там есть какая-то легенда я точно не помню говорят что идея постройки храма пришла к ситону после того как на этом месте умер большой золотой змей собственно силангу переводится как золотой змей и а а и а и и и Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, это усыпальница, где находятся мощи монаха, который построил и основал этот храм. Пройдя чуть ближе к морю, вы увидите позолоченные ступы. Это пагода каменного змея. Говорят, в нее заложена часть мощей Будды. Возраст пагоды примерно 250 лет. На остров ее привезли в 1955 году. Это полный монумент с нишами для статуй Будды. Ритуальный обход ступы очищает карму, привносит в жизнь гармонию. Говорят, что пагоду нужно обойти 108 раз. Здесь еще есть беседка, в которой можно устроить небольшой пикник или просто отдохнуть после прогулки по территории храма. От храма можно выйти прямо к морю, пройдя по лестнице, которую с двух сторон охраняет змей-нога. Под ножья пагоды – кладбище. Здесь похоронены не только монахи, но, оказывается, и первый турист острова Самуи, который был редактором англоязычной газеты в Таиланде. Именно благодаря его стараниям и мастерству пера на остров потянулись в те годы первые туристы. Кстати, говорят, что первыми туристами на Самуи были французы. Добраться до храма ват Силангу можно на Тук-Туке. Если вы живете и расположились на Ламае, вблизи камней бабушка и дедушка, то до этого храма можно дойти пешком. Храм отлично видно с кольцевой дороги. Помимо храма здесь также находится большое дерево духов. На территории комплекса есть еще один храм. Кстати, храмы действующие. Здесь живут монахи. Да, я накинула шар, потому что действительно так нельзя. Мы сейчас бросим донейшн. Молодец. 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 Симон. Мы зашли в Севен после экскурсии по храму. Нам стало очень жарко. Я вот только что поняла, что я взяла рис в 7-Eleven, чтобы покушать, а он с перцем. Вот, поэтому я сейчас буду кушать и плакать. Вот, оказывается, написано чили. Я, как обычно, узнала об этом уже, когда мне разогрели все, и я села есть. Молодец, что? Ладно, погоняю глисток. Знаете, да, что если кушать острое, поэтому и во всех странах кушают острое. Чтобы погонять паразитов. Нас часто спрашивают, кем вы тут работаете и сколько зарабатываете на острове Самуи. Начнем с того, что в 2015 году, когда мы приехали на остров Самуи, у меня на тот момент еще был бизнес в России. Это автосервис по установке дополнительного оборудования, тонированию и так далее. Я его оставил на удаленной основе, делегировал свои права, так скажем. Вот. Он, конечно, проработал некоторое время, буквально пару месяцев. Ну и, конечно, это все пошло на спад, доход пошел на спад, клиентов стало мало, вот, клиентов не хватает. Ну и мы задумались, чем же здесь можно заняться, кем устроиться на работу, зарабатывать. Вот. Первое, что нам пришло в голову, это профессия риелтора. Для начала мы нашли объявление в группах ВКонтакте, написали на доступную вакансию в одну компанию, прошлись в собеседовании, устроились, проработал я где-то... Сколько я проработал? Полгода? Да. Где-то примерно 6 месяцев я проработал в компании, набрался опыта, давалось мне это достаточно легко. Вот, работал я за проценты, а клада у меня не было. Получал я 10% от комиссионных, которые платили клиенты нам. После я поднабрался опыта, подучил немножко язык английский. Этого, в принципе, было достаточно, чтобы общаться с тайцами. Они также общаются в основном на английском. Тайский я не знал, не знаю, и, скорее всего, вряд ли буду изучать. На сегодняшний день я... У меня есть своя фирма. Я открыл фирму риелторских услуг. И точно так же занимаюсь в этой сфере, как и на прошлой работе. Я открыл свой собственный сайт, так скажем, интернет-каталог, где можно смотреть различные объекты, недвижимость, апартаменты, дома, виллы. В чем заключается моя работа? То есть мне отправляют клиент заявку на подбор то и того или иного объекта. Это может быть вилла, апартаменты, дом, бунгало, у пляжа, в джунглях и так далее. Я езжу по острову в поисках какого-либо варианта, отправляю клиентам. Если клиенту нравится, он платит стоимость бронирования, допустим, это от 5 тысяч бат и выше. И наша комиссионная, это от 4 тысяч бат. Вот, клиент оплатил, я забронировал. Соответственно, также я его встречаю и заселяю в тот или иной домик. Ссылочку на мой сайт я обязательно оставлю в описании под видео. Также у нас есть страница на Фейсбуке с одноименным названием. Маша на данный момент не работает. Да, Маша? Ну, я как бы не то, чтобы не работаю. Я все время в курсе всех славянных дел. Очень часто отвечаю клиентам на письма, чтобы сэкономить славянное время. Слава, так скажем, в полях. Друзья, если у вас остаются какие-либо вопросы, связанные с работой на острове Самой, вы можете писать нам в личные сообщения в любой из мессенджеров, либо в любую из социальных сетей. Мы обязательно на них ответим. Маша, что ты говоришь? Если вы собираетесь к нам в гости на Самуи, тоже обязательно пишите. Если хотите снять виллу, тоже обязательно пишите нам. Ну и все, мы сейчас поедем за Кристиной. Не знаю, будем отдыхать. Сегодня воскресенье, чего и вам желаем. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Если до сих пор не подписаны, подписывайтесь на наш канал «Жизнь за границей». И не забывайте... Мы выкладываем ролики каждый день. Мы только начали, поэтому куча мест на Самуи, куча тем, которые мы собираемся осветить. Да. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Всем пока-пока. Увидимся на Самуи. Субтитры сделал DimaTorzok